здравствуйте мои дорогие сегодня я записала видео из нашего секунда я рассматривал там посуду рюмки чашки тарелки и оставила оригинальный звук от видео знаете такие звук перекладываемых тарелок посуды чаши когда их ставят они звякают соприкасаются друг с другом это такой уютный приятный звук такой успокаивающий мне кажется что знаете он напоминает о кухне столе которые накрывают о приготовлении каких-то блюд потому что вот когда вы что-то готовить это вы ставите представляете посуду и тарелки эти издают звук когда соприкасаются друг с другом такой знаете очень уютный очень домашний звук я решила оставить этот звук не убирать его и в общем то видео получилось почти асмр я думаю что вы знаете что такое видео асмр это видео которые записываются с каким-то таким успокаивающим успокаивающими звуками вот но я буду кое-где говорить в общем чтобы вы не совсем успокоились уснули на моем видео иногда просыпались под мой голос я сходил в наш second hand и просто просматривала всякие тарелочки чашечки ложки-плошки в общем у нас этого много всего но нам значительно меньше чем было раньше может просто день был неудачный не знаю но в общем достаточно много всего порассматривать есть вещи довольно старенькие даже где-то винтажные есть вещи очень современные но при этом довольно красивые я хотел чтобы посмотрели со мной потому что я всегда испытываю такое удовольствие рассматривая всякие вот такие вот вещи потому что они каждый из них единственном экземпляре и они очень оригинальные необычные некоторые из них просто действительно достойны наверное более детального изучения я просто не очень в этом разбираюсь я кое-какие из них переворачивала смотрела там где-то есть какие-то названия брендов где они были изготовлены многие из них сделаны в англии и есть какие-то названия я не понимаю я понимаю что это конечно не самый там это дорогой фарфор или какой-то антикварный дорогой фарфор но многие из них не не китайские не сделаны в наше время сделан довольно давно вот хотя бы даже эти чашечки они что-то написано я не очень понимаю конечно трудно разглядеть там еще знаете со временем это все как-то немножко стирается но безусловно они не современные и очень красивые такие знаете прям вот как будто бы из сказки алиса стране чудес очень милые маленькие конечно непрактичные потому что никто собственно поместится на просто кофе но собственно может быть так надо пить кофе на перстками вот тоже малюсенькие чашечки ну в общем давайте смотреть я наверное помолчу на какое-то время буду иногда вставлять свои высказывания когда будет интересное что-то попадается приятного просмотра надеюсь что вам понравится а а а и 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 вот шлёпнуть, знаете, так, чтобы вот сверху, на самое интересное место. Написано, что это брас, но брас – это на самом деле латунь или медь, а это посуда из белого металла, может быть, мельхиор какой-то. Написано, что это серебряное, но серебряное в кавычках, серебряный тон цвета. Тоже вот это блюдо мне очень понравилось, показалось интересным. Я пыталась разобрать, что на нем написано, но я не только не поняла. Но красивая такая тарелка «Хрусталь». Как много в этом слове. Вы помните, как мы гонялись за «Хрусталем», какой-то был дефицит, как мы пытались его купить, стояли в очередях, чтобы иметь хрустальную вазу или хрустальные бокалы, какие-то рюмки, салатницы. У нас дома такие были. Я помню, что моя мама тоже прям доставала их, доставала. А мы на самом деле жили в доме, который находился над магазином, который назывался «Подарки». Это был магазин, ну, в первом этаже здания. И магазин был «Подарки», и там очень часто продавали посуду или вот какие-то такие вот вещи, такие сувенирные вещи. И мы, как бы, имели доступ к этому раньше, чем все остальные, потому что мы видели из окошка, у нас окна выходили во двор, и мы видели из окошка нашего дома, когда подъезжал грузовик и разгружал, что разгружал, и когда, значит, мы могли предполагать, что будет выкинуто, выброшено, помните, как у нас называлось это в магазине, выбрасывать в продажу. Вот, мы, как бы, были при магазине, поэтому у нас этих вещей было довольно много. Хотя не так уж и много, на самом деле. Мои родители не очень увлекались покупкой всяких русталей, больше книжками. Решила вам показать интересные рюмки. В общем-то, все-таки довольно похожи одна на другую, но вот есть некоторые из цветного стекла, вот, опять же, этикетка прилеплена, ну, прям... Я понимаю, что ее, конечно, можно отмыть, отклеить, но это, конечно, уже работа. А вот нельзя было же на донышко наклеить. Нет, надо было наклеить на самое вот сбоку. Ну, что им замарачиваться? Конечно, на самом деле. Это же секонд-хенд. Есть интересные бокалы. В самом начале я там показала. Мне кажется, там вот эти вот сбоку, видите, стоят. Мне кажется, там была даже ручная роспись. Очень даже возможно. Есть у нас даже, в общем-то, вещи, которые в упаковках новые, в коробках. Сейчас там дальше я вам покажу. Ну, видите, есть вот такие интересные. Вот он один, одна такая рюмочка с каким-то рисунком. Разных форм, разных расцветок. Но все в основном обычно просто белого стекла. Ну, попадаются и хрустальные, конечно. Вот это вот очень интересный цвет. Такой красивый зеленый. Очень красивый зеленый бокал с такими, знаете, как пупырышками внутри стекло. Красивая довольно ножка. Их, по-моему, было несколько. Сейчас вот мы посмотрим. Я там снимала дальше. Мне кажется, их было штуки 4. Может быть, и нет. Вот это тоже очень интересный бокал. Такой, я бы сказала, даже некрасивый. Потому что у него такая толстая, грубая ножка. Зачем они так сделали, я не знаю. Ну, и видите, новая посуда. То есть вот на этих вот коробках написано, что это бесплатные бокалы для мартини. Для мартини? Или для маргариты? Для маргариты, простите, я не вижу. Бесплатные бокалы для маргариты. Ну, вот где-то вот, видимо, они были. Их, видимо, сдали в секонд. Кому-то они стали не нужны. Поэтому здесь вот стоят. Ну, вот эти вот уже совершенно-таки новые в коробочке. Видимо, люди купили, они пользовались. Потом отнесли все контенты. И вот это очень интересный набор. Я сейчас вам его разверну, чтобы вы видели. Мне тоже кажется, что это зручная роспись. Такие милые бокальчики. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А это такой странный бокал. Я его долго разглядывала. Думала, что же в него наливать? Пока не поняла, что это, скорее всего, все-таки, наверное, подсвечник. Вот практически винтажная вещь. На ней написано 2006 год. В принципе, вещь, которым 20 лет и больше, считается винтаж. Ну, почти винтаж. Какая-то штука из Лас-Вегаса с дамами в купальниках. Ну, прямо так очень типично для Лас-Вегаса. Но вот видите, практически винтаж можно у нас найти в секонд-хенде. Я шучу, конечно. Милые такие замечательные, прекрасные скульптурки, статуэтки. Довольно дешевые, потому что я думаю, что в них нет никакой ценности. Ни исторической, ни культурной. Но вы знаете, что я заметила? Они все очень грустные. Почему-то все вот эти вот фарфоровые статуэтки имеют такие грустные лица. Так странно, правда. Никто из них не улыбается. А это, смотрите, какая милая рамочка для фотографий, для ребенка. Потому что там сзади вот кубики и написано Baby. То есть для маленьких деток поставить фотографию маленького ребенка. Что в ней интересно, что она фактически 3D. То есть она не плоская, а тоже такая, как скульптурка такая металлическая. И вот место для фотографий. Очень забавно, очень приятно. Блюда интересные с портретами, с картинами. Ну, в общем, такие своеобразные, конечно. Но много интересных вещей. Вот это уже современное, но очень яркое. В форме чайника. И очень такая интересная, яркая штука. Это часы на стену фарфоровые. Вот тоже статуэтки. Но эти немножко улыбаются. Наверное, они более современные. Потому что вы же, видимо, в более поздние времена решили, что почему бы им не улыбаться. Не то, чтобы уж прям так хохочут. Но, во всяком случае, какое-то подобие улыбки на их лицах есть. Вообще, довольно-таки нежные. Они одинаковые, но немножко по-разному сделаны. Но, в принципе, довольно милые и симпатичные штуки. А вот очень интересная дама, которую я засняла. Я очень долго за ней охотилась с телефоном. Она ходила по магазину, а я пыталась ее снять. Вот где фэшн-смелость. Вот это настоящий, настоящий стрит-стайл. Все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно и приятно посмотреть мое видео. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Спасибо, что вы со мной. С вами была ваша Дита. Пока-пока-бай.